В этом видео мы собираемся создать настоящий цунами, используя конструктор лего. Давайте начинать! Начнем как обычно с малого. В интернете я увидел вот такую постройку, которая отлично нам подойдет для понимания того, как образуются волны. Не теряем времени и приступаем к сборке. В итоге я получаю вот такой механизм. Это обычный поршень, который двигается вверх-вниз. На его конце закреплена вот такая насадка, сделанная из наклонных деталей. Это позволит образовывать волны более эффективно. В резервуар нужно налить воду, но стоп, это же лего. И это плохая идея. Положим сверху пищевую пленку и распределим ее по поверхности. Сверху закрепим ее с помощью кубиков. Осталось только все украсить. И вот наконец простейший генератор волн готов. Заливаем воду и подаем питание. И вы можете заметить, как начинают образовываться волны. Это выглядит очень захватывающе. Если поставить на поверхность воды кораблик, то он начнет двигаться вперед, так как волны переносят энергию. Во время цунами эта энергия приобретает разрушительный характер. Но эти волны явно не похожи на цунами. И чтобы его создать, нам придется увеличить масштабы. Для демонстрации данного явления нам понадобится большой аквариум, который нам следует наполнить водой. После того, как все заполнилось жидкостью, через боковое стекло мы можем видеть движение воды в разрезе. Сейчас вода находится в спокойном состоянии. Цунами это катастрофическое природное явление, вызванное значительными передвижениями земной коры на морском дне. Они обычно происходят в результате сильных землетрясений под водой, извержения подводных вулканов, обалов горных массивов в море или крупных метеоритных ударов в океан. Процесс образования цунами можно представить следующим образом. Землетрясение или другое катастрофическое событие под водой смещает большой объем воды и вызывает изменение уровня моря. Нарушается баланс и начинается движение волн в направлении от места возникновения. Давайте попробуем соорудить механизм, который смог бы расшевелить водную массу, так же как и во время цунами. Для этого нам понадобится большая пластина. Погружаем ее в воду. Как видите, при наклонном колебании пластины начинают образовываться волны. Чтобы не делать это вручную, следует присоединить к пластине привод. Вот такой простой механизм заставит колебаться пластину при подаче на мотор питания. Как видите, на поверхности воды начинают образовываться небольшие волны. Действительно, сейчас волны не шибко большие, и для положенного кораблика такие волны вовсе не страшны. Скорее всего, дело в механизме. Сама пластина достаточно легкая и вращает все слабый мотор, поэтому не получается сместить достаточный объем воды. Для создания более сильных волн, следует сделать более мощный механизм. Конструкция будет такая же, как и у первого генератора волн. Только на этот раз будут использоваться вот такие моторы с блока Майнстормс. У этих моторов самый большой крутящий момент среди всех моторов Лего. И эта особенность нам очень сильно пригодится. Ведь в этом случае механизм будет двигать тяжелый поршень с наклонной поверхностью. На этот раз волны стали более внушительными, и с такими волнами уже намного интереснее работать. Но что происходит с волнами, которые начинают приближаться к берегу? Для проверки этого нам следует построить наклонную поверхность, чтобы имитировать прилив воды к берегу. Для этого я взял две базовые пластины и, используя наклонные детали, начал строить склон. Когда волны подходят к берегу, они сужаются, но при этом становятся выше, замедляются и становятся ближе друг к другу. Этот процесс называется обмелением волн. То есть в открытом море или океане во время цунами не такие высокие волны, как возле берега. Корабли в открытом море во время цунами начинают сильным потоком тянуть к берегу, где с высокой вероятностью их будет ждать беда. Построим небольшой городок на конце, чтобы посмотреть, какой ущерб может нанести наше искусственное цунами. Подаем питание на моторы. Да уж, некоторые постройки сорвало скреплений, но это явно не тот уровень разрушений, что мы хотели увидеть от цунами. Нужно бы это исправить. Отправимся на улицу, чтобы воспользоваться одним волшебным устройством. Да, примерно такие последствия вызывают настоящий цунами. Очень опасное природное явление, но возможно ли противостоять цунами или хотя бы снизить ущерб от сильных волн, подходящих к берегу? Давайте же попробуем испытать несколько способов. Первым способом будет вот такой волнорез. Эти сооружения вы часто можете заметить, прогуливаясь по береговой линии. Что-то подобное нам удалось создать из Лего. Закрепим его под водой перед городом. Для сравнения до и после волнореза положим два кораблика, чтобы посмотреть разницу более наглядно. Включаем генерацию волн, и как видите, это дает очень заметный результат. Капитану корабля до волнореза точно не позавидуешь. Но как это работает? При наступлении волн они разбиваются о дамбу, и часть их энергии поглощается, что уменьшает удар по берегу. И как видите, это работает очень эффективно. Существуют также воднорезы с отверстиями. Из Лего техник кубиков удалось построить вот такую стену, через отверстия которой будут проходить водные потоки. Это позволит снизить давление настоящей за ними области, и позволит части энергии волн проходить сквозь них, что уменьшает их разрушительное воздействие на берег. Посмотрите, какая разница между волнами до и после. Также существует способ борьбы с волнами с помощью искусственных рифов. Рифы создают искусственные препятствия, которые помогают ломать волны. Наш искусственный риф будет состоять из кубиков Лего, уложенных в сочетый пакет. Положенный такой пакет перед берегом будет гасить энергию волны. И как видите, это работает. Волны, исходящие из источника, теряют часть энергии, ударяясь об Лего рифы. Также возможна защита берега с помощью отражателя волн. Я построил такой похожий барьер, используя вот такие детали. Запускаем волны. Как видите, это очень здорово работает. За счет своей формы отражают часть энергии волны обратно. Его устанавливают на берегу. И вода практически не проникает за барьер. Если же вместо барьера с обтекаемой формой установить просто кубики той же высоты, то на берег будет зачерпываться намного больше воды. А соответственно и вызывать разрушение. Еще часто для борьбы с волнами используют посадки деревьев или каких-либо растений, чтобы волны также бились об них и не доходили до берега. Мы решили использовать вместо деревьев множество мини-фигурок. И это сработало. Но для лучшей эффективности все-таки нужно установить больше мини-фигурок. В итоге у нас получился вот такой топ способов защиты от волн. И победителем в нем оказался первый волнорез, который показал самый заметный результат. Важно понимать, что не существует абсолютной защиты от цунами или других стихийных бедствий. Однако сочетание различных методов и подходов может существенно уменьшить риски и повысить уровень безопасности на береговых территориях. Вот такой вот эксперимент у нас сегодня получился. Надеюсь, ты узнал что-то новое про такое явление, как цунами. Как оно образуется и как с ним возможно бороться. Спасибо за просмотр. Пока.